Здравствуйте, дорогие друзья и гости. Я всегда хочу узнать судьи вещей. Мы сегодня говорим о коррупции. Я очень благодарна господину Небострою, который сказал о том, что коррупция, она поразила все сферы в нашей жизни. Если можно отнять политику, то они не должны как экономить. Я вообще добавляю о кем-нравственных питаниях, кем-нравственных. Я всегда думала, почему и демократические страны живут вечнее века, вечнее, чем демократические. И я пришла к выводу о том, что и демократические страны, и другие живущие, они особенно и не хозяйствуют вечмогатам. Они согласны и довольны тем, что имеют. И в нашей стране существует, как бы, такой негласный договор между политикой и государством. Мы тебя не будем тратить, как и не тратить нас. То есть, то ли государство, говорит народу, приучает, не требует, не... Ну, потому что очень простого образа женщины. Хотя многие говорят, это нашли политик, это наши у нас такие ценности, и они наши. Или терпение, долготерпение народа. Долготерпение народа, это тоже не объяснение. Просто мы... Нам так проще. И можно сказать, что это параллельная конституция. То есть конституция лузеров. Люди, которые не хотят быть богатыми. Они хотят на халяву, может быть. Но халява просто качается. Поэтому приспосабливаются коррупционными, какими-то приспособлениями. Какой-то его чисто приспосабливаются. Но на самом деле... На самом деле... Вот когда началась вот перестройка, и люди увидели огромное количество вещей, предметов, продуктов, которые мы раньше вообще даже в глазарей, потому что, может быть, кому удалось заграницать в свете, увидели. А так вообще у нас ничего не было, просто не помню. И мы все думали, что теперь у нас мы как бы... Теперь будем так жить всегда. Но дело в том, что... Даже молодежь, увидев европейский центр, как живут люди заграницей, все равно они не изменили своего мировоззрения. Все осталось по-прежнему. То есть... Вот все вот эти люди, они видели ли нашу косроватость вот этих строителей, менеджеров, или кассиров, которые все время требуют каких-то... Как пятидесят у вас нету. Вот, то есть... Если мы сами плохо работаем, мы не стремимся к лучшей жизни. Это роскошь, это идеализм. А материализм, это как раз бедность. Поэтому я призываю молодежь, которая сейчас меня служит, постарайтесь не быть бедными. Считайте, что бедность — это плохо, это, ну, нехорошо. И старайтесь хорошо работать на своем месте, где вы призваны. И... Любить свою работу, свою страну таким самым. И требовать того же, а другие в том смысле, что работать хорошо. То есть человек врачечный, или там... паспортистный, или строительный, должны работать хорошо, непременно хорошо. Вот Борисовый запринок постоянно просит, он надрывается, говорит, ну, посмотрите. Ведь можно добиться того, чтобы... Можно добиться того, чтобы не платить вот это... за электричество лишнее, или что-то. А много ли мы их делаем для того, чтобы это сделать, на самом деле, нам лень. Мы согласны платить деньги даже больше, ближе от него. Мы платим деньги. Мы платим деньги, большие деньги, но ничего не делаем. Палец о палец не ударяем. Я и к себе на это отношусь. То есть какие же мы демократы тогда? Мы хотим быть демократической стороной, жить лучше, но ничего не делаем, кроме вот разговоров. То есть нам нужно молодежь, особенно, и нам также не быть равнодушными. Как я сказала, требовать и от себя, прежде всего, и от других, хорошей, доброкачественной работе. Так что вот эта параллельная конституция, это конституция для лудера. Лудера – это люди, которые ни в чем не имеют, совершенно не добившись ничего в жизни, как я понимаю, за чего оно означает. Вот, то есть им это легче и проще так жить. Проще так жить. Даже мы платим вот деньги какие-то вот за какие-то охотничьи сосиски по цене точно такой же, как дорогой, или же самое, сын. Ну и многое другое. Мы платим гораздо больше, чем оно стоит на самом деле. Поэтому вот стоит облить беда молодым людям. И я хочу полетать сейчас, простакировать слово Демократия! Три, четыре! Демократия! 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 Паста!